Музыка 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 Таки чуньен ги пэй сунам ки, Доллар пэнчир сангэ дру пар шо, Чудан цок ки чок нам ла, Чан чум бар ду дак ни кэп сучи, Таки чуньен ги пэй сунам ки, Доллар пэнчир сангэ ду пар шо, Я прошу прощения, что я с конфетой, я ем холст, потому что у меня вчера как-то странно пропал голос, я боюсь, что он пропадет и сейчас. Я хочу вам рассказать про мандалу, кто-то не слышал, наверное, мандалы первым преподносим в идеальный мир, и когда мы поем Сянгие, Чуданцу Кичакнамла, один человек начинает с первого слова к Сянгие, и остальные подхватывают, поэтому я говорю, кто-то первый начинает, значит, что постоянно он первый слог произносит первый, остальные начинают с второго. Со второго слова или с второго? С второго слова. Итак, в общем, сегодня у нас с вами по плану два занятия, и мы еще не закончим вторую часть, но мы очень близко подойдем к ней, к концу второй части. Начнем заканчивать. И у нас с вами в книжке, которая теперь у каждого есть, вот в такой, есть стихи, правильно? И чьи это стихи? Ну так, вы вообще открывали книжку? Кто стихи это написал? Нет, написано. У тебя точно такая же, как у нас? Да. Да. У нас идут сначала медитации, а потом мы с вами с чего здесь изучаем вообще? Знаки-отметки? Знаки-отметки. Да. И кто это все вообще сказал, что есть такие-то знаки и всякое такое? Лорд Майтрея. Он сказал, что есть 112 знаков. И, соответственно, скорее всего, мастер Асанга их записал. И в этом тексте у нас с вами, если вот первая страница здесь описания, вот оригинальные стихи. Здесь переводятся оригинальные стихи, которые описывают знаки и отметки райского тела просветованного общества из драгоценности осознаний, произнесенным Лордом Майтрея, записанной Арией Асанга. И следующая страничка у нас здесь, собственно, начинаются эти знаки. И не знаю почему, я только сейчас заметила, что почему-то не переведены буквы. То есть вы видите, у вас знаки, и у вас идёт С1, С2, английская. Почему С? Потому что signs, знаки. А M marks, отметки. Почему-то буквы у нас не стоят по-русски. Ну, в общем. И они, как мы знаем, сгруппированы так, чтобы их можно было запомнить. Володь, скажи открыто у нас, ты открыл знаки или нет? Или сложно? Или есть только медитация? Ну, вот у меня сейчас открыть медитация, но я сейчас найду фарик. Ничего, не надо, всё нормально. Есть по-любому ссылка. Я надеюсь, что наши друзья, которые онлайн, они могут посмотреть... Звук не включила. Могут посмотреть по ссылкам у нас в группе. И есть ссылка на знаки, отметки Будды, на сам текст. Вот. И третья часть текста написана кончок тэнпэй друнме из Гютанга. Вот такие дела. Это знаменитый лама, который нашёл все вот эти различные кармы, причины, различных знаков и отметок Будды, которые нужны, чтобы получить вот это тело, райское тело Будды. И с нашей страницы 36, которые у нас не пронумерованы, поэтому удачи. Странно, потому что у меня... У вас тоже не пронумерованы? Угу. Но в онлайн-версии пронумерованы, мне кажется. Просто я открывала 36, и я это нашла, что с неё. Ну, в общем, с этой страницы, чтобы вы знали, он начинает объяснять карму для каждого из этого знака. Ну, вот как это найти? Это хороший вопрос. Вот. Что является причиной знаков? Что они означают? Смотрите, вот так. У меня получилось просто это найти. Да. Нет. Что является причиной? Это буква S. Так же? Да. Левой, да? Да. Отлично. Ну, соответственно, это английский текст, так что в следующей странице будет нам понятная. И он здесь начинает объяснять карму для каждого знака. Где он это взял? Это вообще вся вот эта вот штука, она собрана Геша Майклом из различных просто разных-разных мест, где он нашёл вот эту тему и закрупировал всё это нам. Поэтому, если вы читали, вы читали вообще полностью это? Полностью. А зря. Прочитайте. Зам, я тоже, ну, давно читала, сейчас ещё читала, прикольно. Вот. Это очень известные комментарии на Майтрею, написанные Ламой Харипхадрой. Хари означает лев. И это очень известные и огромные комментарии. То есть это то ресурс, откуда взялась вот эта вот источник, откуда взялась вот эта часть сейчас. И он обсуждает, рассказывает про карму для каждого из знаков. И здесь вы можете это всё прочитать сами. Геша Майклом тоже не читал. Каждый не объяснял. Но кое-где есть очень интересные взаимосвязи. И Геша Лайкл сказал, что просто для цели передачи он нам некоторые из них рассказал. Собственно, и так же и я должна сделать. И здесь он пытается дать пример реальных людей. И сейчас мы говорим про... Какой знак? С1, кажется. Да. Мы видим в сутрах расширенные ссылки, такие как о молодом человеке. В общем, был молодой человек по имени Судана. И он сделал три вещи. Вот здесь у вас написано, но вы лучше меня послушайте. Он сделал простирание. Он обошёл вокруг учителя. В буддизме, как говорит Геша Лайкл, когда вы видите что-то святое, вы обходите вокруг этого три раза. Или просто обходите вокруг этого. И в секретных учениях, когда вы видите кого-то, кто возможно Будда, ну вы точно не уверены, вы прям вот, не знаю, идёте в магазин, встретили кого-то, кто думаете, может быть Будда. И вы обходите вокруг него. Ну чтобы вас не ударили сразу, вы можете сделать большой круг. И три раза причём, не просто так. И потом вы должны как бы ждать, пока они подадут вам знак. То есть потом вы такие смотрите, они такие. Вот. И вы, Геша Лайкл говорит, потом вы можете просто быть счастливы, что вы встретили Будду. И здесь вопрос, который мы с вами в прошлый раз, я вам тоже про это сказала. Сколько людей вокруг вас Будды? Все, кроме меня. Ну да, а может быть кто-то один, а может быть два, а может быть десять, правда? Мы точно не знаем. Да, ну насчёт себя я уверена, что нет. Как бы вы, ну и ещё вы знаете, да, что Будда не скажет вам, что привет, я Будда. Очень приятно познакомиться. То есть, если я спрошу Володю, Володя, ты Будда? Володя скажет нет. Ну конечно, Будда бы так ответила, это ещё подозрительнее, правда? Вот. И поэтому возможно всё, и лучше на всякий случай уважать всех. Потому что мало ли что. Так вот, вот этот человек, он сделал простирание, обошёл вокруг, и самое главное, отвёз учителя туда, куда ему нужно было попасть. И Гешла говорит, что он был водителем своего учителя на протяжении 25 лет. И это очень здорово, и это причина чего? Колёс. Колёс на руках. Не знаю, не уверена. Видимо, да. Да. Это причина колёс на руках. Я Шла говорит, что это не как татуировка, это не как как будто вам рисунок нарисовали, а это прям как будто вот как это? Естественно. Ну да, то как будто прям вот это вот как ваши руки, то есть внутри ваших рук, ладоней, и вжато в ладонь, так вот здесь сказано. Какой у нас С2 знак? Скажите мне. Шишка на стопах что-то. Да. Да. Кожа на подошвах его ног стала гладкой, как кожа где? На животике лягушки. Да. В предыдущей жизни лорда Будды называли львом. И вот здесь у нас написано, что лев всегда присутствующим ангелом. Это такое имя. И он всегда держал свои обещания. И обещания в смысле обеты. То есть он держал свои обеты прибежища, обеты пожизненные, обеты монашеские. И он держал обеты. И поэтому кожа на подошвах его ног стала гладкой, как животик лягушки. Я стала рассказывать, что в Diamond Mountain были раньше такие пустынные лягушки. И они их поднимали и трогали им животик. Вот. Но лягушки имеют тенденцию писать, когда пугаются. Поэтому они перестали это делать. Вот. Ну и в общем, скажите мне, мягкие пятки это цель? Нет. Цель это чего? Стать Буддой. Правда. И то есть о пятках можно в принципе сильно не волноваться. Ну то есть не думать о том, что именно пятки это цель. Просто это знак чего-то более сильного. И на самом деле внешние знаки, они не настолько важны. Но важна карма, важны причины этого. Вот. И если они у вас есть, значит вы держали обеты. И не думайте о том, что у вас может быть не гладкие пятки, а шершавые. И при этом вы тоже можете быть хорошим человеком. В общем, я шла говорить, не думайте об этом слишком серьезно. Просто держите обеты и не волнуйтесь о пятках. Звучит как лозунг. Итак, знак три. Какой? Пальцы, ног, небольшие перепонки. Перепонки, да. И здесь у нас есть четыре способа привлечения учеников. Кто-нибудь помнит о них? Да, я помню. Давай. Первый способ это давать материальные вещи. Второй способ это поощрять, исследовать пути. А третье это хвалить и четвертое самому идти по пути. Почти так. Первое еще дарма. Туда входят не только материальные вещи. И дарма, и подарки, и материальные вещи. Второе, это действительно поощряйте и будьте таким воодушевляющим. Третье, постараться, чтобы они действительно занимались практикой, а не просто говорили об этом. Вот. И четвертое, это вам нужно делать, что вы говорите. То есть быть самому таким тем, о ком вы говорите. И это то, что создает перепонки на руках. То есть не надо думать, что это прям такие, как у лягушки. Это такие небольшие, как Гешла говорит, прям до первого, как это, сустава. Вот они небольшие, такие приятные, маленькие перепоночки. И то есть кольцо носить можно. Не волнуйтесь, если вы женаты. Блин, как же будут истать. Все нормально. И Гешла говорит, что будет интересно помедитировать на эту взаимосвязь. Почему это именно так? Почему вот про учеников? И почему вообще это, мне кажется, про объединение, правда? Это про объединение людей и таким образом перепонки. Ну, в общем. Связывает еще больше. Да. Возможно. В общем, это Камала Шила. И вы знаете, что об этом нужно медитировать. О каждой вещи. Как и о знаках. Четвертый главный знак. Какой? Руки и ноги мягкие с молодой кожей. Благодаря тому, что он делал подношение другим в виде еды и напитков, фруктов и многого другого. Лорд Будда получил молодую кожу, подтянутую и плотную. Вот. И это называется взаимосвязи. Что нужно делать, чтобы у меня были губы более красными? Красиво говорить. Да. Именно так. То есть вы можете пройтись по этому списку, выбрать, что вам хочется из этого и начать это делать. Пятый знак. Какой? Семь частей тела приподняты. Да. Что это значит? Это не значит, что он типа ходит с руками вверх. Нет. Это значит, что некоторые части тела Будды приподняты. Если вы посмотрите на хорошее изображение Будды, как говорит Геа Шела, не знаю. Наверное, да. В общем, видите, стопа, она идет не прямо, она как бы вот так вот. То есть стопа, не могу достать ногу, тяжело запихнуть обратно. Вот как бы немножко приподнят вверх. Еще сквозь тень. Да. Но это уже дальше. И Геа Шела говорит, в Тибете есть очень строгие правила по тому, как рисовать Будду. То есть вы не можете просто сядь и такие, типа, готово. Так нельзя. Нельзя импровизировать. Есть именно определенные параметры, как вырисовать. Если вы видели такие как-то, ну в общем, прям по линеечке отчитываю, потому что у него уже все пропорционально, у него все ровно, идеально. И таким образом нужно его рисовать. Хорошо. И почему, какой здесь причина какая? Пятого. То, что приподняты? В общем, одежда, она сразу не ложится на тему, там что-то есть. Пока про приподнятость. Подношение. И чего там написано? Прочитай. Только погромче, чтобы у нас было известно. Благодаря тому, что он делал подношение к другим в виде хороших вещей, таких как вкусная каша, то всем числе тела лорда Будды стали приподнятыми, в смысле без каких-либо впадин и заполнитой плотью. Это были задние стороны его рук и стол, его два плеча и его лоб. Да. То есть о том, как вкусные каши взаимосвязаны с приподнятостями тела, вы можете помедитировать. Я задумалась, потому что у меня дедушка постоянно на протяжении лет десяти встает раньше всех и готовит всем каши. Нужно обратить внимание на его приподнятости. Кон-кон означает, что у вас нет непривлекательных впадин на теле и вы красиво скруглены. Вот. И шестой знак у нас какой? Их пальцы длинные. Да, длинные пальцы. И длинные пальцы Будды означают, что он помогал другим продлевать жизнь или давал другим более долгую жизнь. Вот. И вы знаете наверняка известен случай, когда наш Будда в одной из своих прошлых жизней отдал свое тело... Сначала он был, в общем, сначала он был рожден как принц с именем Махасатва. Махасатва означает великое мужество. И это история, когда он отдал свое тело тигрице с ее четырем тигрятом. Вы знаете эту историю? В Таиланде сейчас еще раз Гешла рассказывал, что, ну, в общем, коротко. Это то, что был принц, и он пошел, у него было два брата, и они все пошли в лес, не знаю зачем, не помню. И встретили, в общем, тигрицу, или они разошлись. И вот этот младший брат Махасатва, который в будущем стал Буддой, он увидел тигрицу и четырех как-то котят, да, ее детей. И он увидел, что им не хватает еды, что они очень страдают, и прям все такие худенькие. И он подумал о том, что сколько раз в всех своих жизнях я, ну, ничего, в принципе, хорошего своим телом не делал. Пусть в этот раз я сделаю что-то такое, что будет действительно значимо для кого-то. И он отдал свое тело, как-то, что ли, он порезал или просто что-то, ну, в общем, отдал свое тело этим тиграм. И там его братья сошли с ума немножко, но это не суть. И в будущем эти все, в следующей жизни эти пять тигров стали его пятью первыми учениками. Если вы видели, во всяких буддийских монастырях много где есть статуя Будды и пять учеников. Это значит все те, кто люди вообще вокруг меня, значит у нас есть такие взаимосвязи, мы еще добрали и кому-то давали. Конечно, да. Потому что это же не может быть. Ну, может быть. И когда Будда видел, что у людей есть несоглашение или они как-то сражаются, друг с другом борются, он старался использовать мудрые и мирные значения, чтобы их остановить. И это уже следующий шаг, знак. Из-за этого он обрел хорошие пятки. Снова про пятки. Но здесь в другом смысле, что он может делать позу дерева очень хорошо. Если вы ходили на занятия крови и пытались делать позу дерева, когда у вас так... Особенно если глаза закрыть, то вообще очень сложно мне. То есть все четыре стороны его пятки одинаково и равны. То есть он вот как бы полностью наступает на пол. Он устойчив. Да, он устойчив. И тоже есть история про первого... не знаю. Ну, в общем, про Панчан Ламу, который жил почти сто лет. То есть продолжительность жизни его такая была. И у него есть, Гешела говорит, хороший Ламрим. И первые три тантрических курса, которые включают его учения по Ламриму. И он говорит, что они очень хорошие и нужно их тоже изучать. И Гешела тут рассказывает про себя. То, что он был в ретрите в трехлетнем в горах, как в Diamond Mountain. Это был не Diamond Mountain. И у всех людей, которые уходят в ретрит, у них есть помощники, которые им приносят еду. Там, если что-то нужно, они там что-то покупают, чем-то помогают. Ну, конечно, это все в основном в молчании, только если что-то очень серьезное случается. И было... А, тут Гешела говорит про то, что случилось... Когда он был в ретрите, случилась трагедия, как они называются, 9-11. Но это башни-близнецы, мы их так зовем. И их вот эти помощники в ретрите, им ничего не говорили, естественно. И на следующий день после ретрита, когда он вышел, ему рассказали. И Гешела говорит, что приехали даже журналисты снимать, как вот этот человек на это реагирует. Потому что он был там... Они были единственными людьми во всем мире, кто про это не слышал. А прошло уже, типа, два года. Вот. Ну так вот, про этого Панчинламу. Однажды он был в ретрите, и у него был помощник, который вот так же приносил ему обед и помогал. И он ему сказал, вот ты знаешь, что скоро война намечается. Около прям твоей пещеры, в получасе езды. Ну, или ходьбы, я не знаю. А вообще, как помощник Гешела говорит, не должен говорить такие вещи. Ну, в общем, Панчинлама решил нарушить свой обед, спустился вниз и, значит, встал посередине этих двух армий, которые собирались сразиться друг с другом. Знаете эту историю? Да. Прекрасно. И, естественно, это все были буддистские армии. И все знали этого Панчинлама, он был очень знаменитый. И он сказал, что если вы хотите начать войну, то сначала убейте меня. Все такие, блин, ну типа самые известные Панчинламы, как-то его убивают. Да, не классно. Вот. И все такие, вообще-то мы хотели тут воевать, а ты тут, блин. И он еще говорит, я каждому генералу заплачу взятку, если вы войну не будете начинать. Вот. И он отдал очень много денег каждому генералу. И война остановилась. Почему он был богатый? Ну, видимо, да. Это круто. Да. Если что, можно дать взятку. И вот такого типа карма создает что? Ваши пятки. Чтобы они были твердые и устойчивые. И это то, что меняет ваши ноги. Вот. Чтобы вы ходили на уроки Рави и делали дерево. И мы не будем проходиться по всем остальным знакам. Но просто прочитайте. Это очень здорово, очень интересно. И есть идея того, чтобы вы выучили те знаки, которые вы хотите иметь в своей жизни. То есть, которые вы хотите получить. Выучите, какая корреляция, какая взаимосвязь. И если вы хотите, например, чтобы ваша жизнь была более стабильна. Конечно, это не только про пятки. То постарайтесь остановить других людей от каких-то сражений или таких эмоциональных каких-то нестабильностей. Например, если у вас в семье кто-то ссорится с друг другом. Постарайтесь создать мир. И можете взятки давать, говорит Гешла денежные. Если из-за этого люди успокоятся. Будет мир. И тогда ваша жизнь будет более стабильна. Вот. И Гешла говорит, что вы можете читать эти знаки в ваших группах для чтения. И узнать много нового оттуда. Я полагаю, что это про группы про книги, по книгам. То, что вот Марина, например, ведет. Мне кажется, это очень интересно, как это можно туда попробовать. Не знаю. Или вот, да, Володя, извини. Можно? Да. Ну, надо быть очень осторожным. Да, очень осторожным. Надо быть со словами Будда и вот прям буддистским. Но, тем не менее, корреляция — это интересно. Вопрос из зала. В смысле, из того зала в Diamond Mountain. О пустоте пустоты. Это спрашивает Ник. Он говорит, что что? Получается, что пустота зависит от Гакчи. И как бы да, это то, что говорит Камалашила. И Гешла отвечает, что из-за утверждения такого в сутре алмазного ограничка многие люди не понимали смысл и думали, что все ничто, и все это пустота. И вот это вот... Вы помните вообще, про что это пустота пустоты? Да, то, что нет ничего... У нас с тобой диалог был. Нет ничего, как вы думаете. Вот. Он знает. Он знает. Он знает. Это новая идея Камалашила. Она немножко такая как бы противоречивая, то есть она не очень сходит с другими идеями. Но при этом она, Гешла говорит, очень хорошая. И он говорит, что если все пусто, то нет Гакчи. То есть вот эти люди, которые не понимают. И если все это ничего, то нечего отрицать, когда мы видим пустоту. Ну да. Вот. И это как бы низшая школа говорит, что ничего не существует. Гешла говорит, что это даже не до низшая школа. Так вообще типа не до буддисты говорят. Нет. Привет. Кого? Нет. Может, ей нужны были вот эти? Нет, наверное. Я думала, красные. Да, я тоже думала. Окей. Вот. И получается, что восприятие пустоты зависит от Гакчи. Понимание пустоты зависит от Гакчи. Но при этом легально вы не можете сказать, что пустота как бы зависит от чего-то, вырастает из чего-то. Потому что пустота она сама по себе. Но при этом, потому что она не меняется. Поэтому мы не можем сказать, что она от чего-то зависит. И всё, что растёт из семян, проходит через цикл, где оно начинается, потом растёт и потом умирает. И это нелегально в любой из буддийских школ сказать, что у пустоты есть причина. Тогда бы она закончилась. Понятно, да? И я думаю, в смысле Гешла говорит, что можно сказать, что у неё есть условия определённые. Так можно. То есть о чём это? Что есть стакан, у стакана есть пустота. Если бы стакана не было, не было бы пустоты. Но это не значит, что пустота появляется и исчезает. Она есть всегда. Вот. И поэтому Гешла говорит, важно и нужно понять разницу между постоянным и вечным. Вот. И это тоже DCI-7. Да. Когда мы в буддизме говорим, что что-то является несозданным, беспричинным. Помните, кто-то был на DCI-7? Там есть, ну, в общем, чтобы не углубляться, там есть причины, которые несозданные и созданные. И пустота является несозданной вещью. Беспричинным. Но если мы говорим, что что-то является... Я забудовалась. Когда мы в буддизме говорим, что что-то является несозданным, беспричинным, но существует, это не означает, что это вечно. Потому что, да, скорее всего, поэтому, да. Я тоже не очень это... Сейчас он дальше объясняет. Например, у чашки есть своя пустота. Когда я ее сломаю, да, пустота уйдет из существования. Да, это про это. И поэтому, пока чашка есть, пустота есть на 100%. И она не может быть меньше. То есть она не может быть 20% пустоты. Постоянно. Да. Но когда объект уходит из существования, то как бы и пустота исчезает. Она перестает существовать. И это все. И когда чашка разбилась, пустота перестает существовать. И это следующий вопрос. То как это будет для Будды, у кого нет ошибочного восприятия? Для него ведь нет гакчи. Понимаете, о чем я говорю? Как пустота может существовать для Будды, если пустота... Если нет гакчи. Если он не видит гакчу. Он видит только абсолютную реальность. И Гешла отвечает, мне кажется, это очень интересный ответ, что Будда помнит гакчу, которая была. Которую он когда-то видел. То есть Будде приходится помнить его старое восприятие. Иначе нет пустоты. Иначе нет того, что нужно отрицать. И у них есть осознанность самосущей вещи, которые они думали раньше. Там есть. Это про Будду. И, например, бывший муж Будды. Тот, кто больше всего злил Будду, они до сих пор помнят это Будды. Как они думали раньше о нем. То есть он происходит вот так. И так же они видят, как другие люди видят вещи. И они осознают гакчу. Вот. И Гешла говорит, вам не обязательно видеть вещи самосуществующими, чтобы оценить гакчу. Подождите, а вам не обязательно видеть вещи самосуществующими? Можно вспомнить уже что, наверное. Чтобы оценить гакчу. Да. Ну да. Если есть картинка, это значит, что уже есть пустота. Да. Если что-то есть, то уже есть пустота. А, все. Понимаю. Если не стакана, к примеру, но мы помним, что здесь стакан и его пустоту. Короче... Можем увидеть пустоту того стакана, который мы помним. В общем, Будда сидит и помнит картинку стакана. Ну, при этом, наверное, неверно сказать, что Будда помнит, потому что Будда видит все всегда во всем времени. Видит картинку стакана. Да. В общем, понимаешь, как ты далек, лично мое сознание, от того, как видит все это Будда. Потому что даже вот думать об этом, так немножко мозги скрипят. Очень вкусно, чай, спасибо. Еще один вопрос про ничто. Значит, одно ничто, это, помните, карта Discover, и которой просто не от собой. И другое ничто, это розовый слон. Два мужа. Муж первый, который зовет тебя глупой. Да, вот. Муж второй, это картинка. И картинка существует, обманчивая картинка, помните, да, в сознании. Она существует, она выходит из семени. И это из опыта Гешела. Он 25 лет учился у своего учителя, и он говорит иногда постоянно, целыми днями. Ну, они жили вместе еще. И он всегда говорил, что все пусто. И вообще, его учитель, Кенни Ринпоче, если вы не знаете, кто это, то это вообще, 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 нужно обязательно про это прочитать. Отвлекаясь от темы, Гешела, или, не знаю, кто это, наверное, Гешела, в общем, выложена запись, как один из других учеников Кенни Ринпоче рассказывает о Кенни Ринпоче, то есть учителе Гешела. И я это слушала, это просто невероятно. Этого нет на русском языке, я просто мечтаю это вам перевести. Потому что я до этого момента, можно сказать, что не представляла, кто это. И это... То есть я не знаю, из скольких тысяч человек, но, в общем, понимаете, монастырь — это несколько тысяч человек учеников. И вот Кенни Ринпоче из этих нескольких тысяч был лучшим учеником. И он стал после этого аббатом монастыря Сарамэй. И Далай-лама просила его, чтобы он стал аббатом. Кенни Ринпоче не хотела, потому что там, типа, неудобно. Вот. Ну, типа, зачем мне это? И это великий человек. И наш учитель Гешела, он учился у самого лучшего, самого умного человека из всего этих тысяч. И это просто невероятно. Я очень хочу это перевести, мне кажется, о нем нужно знать. Вот. И, в общем, старый такой, как бы, способ обучения — это не как у нас в Баджаренке. Гешла говорит это, что сидят ученики, сидит учитель, учитель говорит, и нельзя учителя перебивать. Нельзя говорить, а, ну это я понял, это вот так, короче. А еще мне вопрос, моя жена тут. Вот, так не делают обычно. Это считается очень невежливо, вообще задавать вопросы во время класса, занятия. И вот, в общем, они так сидят в классе, и, значит, Кеннад Паче говорит, что вот, все пусто. Но Гешела говорит, я не мог сдержаться, и мне нужно было спросить. Он говорит, я не понимаю, как все пусто? Я же вижу дверь. Дверь есть. Как, как, ну, что здесь не так? Я вижу, что она существует. И Кеннад Паче ему ответил, что каждый раз, когда ты видишь дверь, у тебя глубоко внутри есть какое-то ощущение по поводу этой двери. Например, эту дверь мы заказали в Икеа, когда в Баджаранг делали. И когда я смотрю на эту дверь, я думаю о том, что, ну, вот эта дверь, она приехала из Икеи, потому что мы заплатили деньги, вот нам ее так доставляли, мы ее вот так доставили. И эта вся идея, она неверна, потому что я думаю, что это то, откуда на самом деле произошла дверь, когда я на нее смотрю. И это называется наслоением в компьютерном языке, говорит Гешла. Ну, это по-английски nested, типа как, ну, по-русски странно переводится, типа как гнездование, типа вот больше наслоение подходит, но вот так. Одно наслаивается на другое, потом третья идея, четвертая. И когда вы смотрите на дверь, у вас есть правильное и неправильное восприятие этой двери. И как вот в гнезде это все смешивается, как ветка на ветке. Дверь ли это? Да. Класс, буддистки. Даже не знаю. Приехала ли она из Икеи? Да. Мы за нее заплатили? Да. Это то, откуда она происходит? Нет. И вот это есть чувство, что вот эта дверь происходит из Икеи, но ее там сделали или на каком-то, не знаю, Икея не производит, на своем заводе, не знаю. Вот. И эта вся идея, она не верна, потому что это не то, почему дверь здесь. Дверь здесь почему? Потому что я помог кому-то сделать дверь или поставить дверь. И важно сказать, что даже если бы кредитная карта там была, моя кредитная карта, она не существует, она неверная. То есть помните, я ей лезу в карман и хочу расплатиться, у меня нет кредитной карты, и оказывается, что она еще вообще не работает. Есть две гакчи. Две гакчи. Хотите пойти глубже? Ну да. Ну да. Две гакчи не говорили, это интересно. Первый вид, это ламги. Ламги. То, что вам нужно остановить своей практикой. И второй вид, это рикпе. То, чье существование мы отрицаем. То есть первое, это то, что существует. И второе, это то, что не может существовать. Нормально? Ты не проверяешь чат? Нет? Нет. Не открыли. Напишите им, пусть задают голосом. Мы хотя бы будем знать их голоса. Да. Задавайте вопросы голосом. Хорошее предложение. У меня звук включен. А первое, можно повторить? Да. Первое, это ламги. То, что вам нужно остановить своей практикой. То, что существует. И второе, это рикпе. То, чье существование мы отрицаем. Нет. У меня включен звук, так что если они будут задавать вопросы, через мой компьютер. Окей? А если писать, то через твой. Потому что я не могу читать. Первое. То, что мы хотим остановить своей практикой. Например, злость. Существует ли злость? Да. Я хочу остановить идею того мужа, который из меня не происходит. это первый вид гакчи. То есть, технически это два вида гакчи. Первое, это реальная карта. Например, как мастер-карт. Вы можете заплатить. И второй вид, это не настоящая, как дискавер. Вы не можете заплатить. И первое существует, и я ее просто не принес в ресторан. А второе, даже если бы я ее принес, то я не смог бы ее использовать. И на этом мы закончили четвертое занятие, которое начали в прошлый раз. И что вы хотите? Сделать перерыв или помедитировать? И потом сделать перерыв. давайте помедитировать. Хорошо. Отлично. Давайте. Звук отключаю на это время. Проверьте первый шаг, как сказал Будда, отключить звук везде. Мы сделаем снова танец льва, поэтому если будут какие-то звуки, они нам только нужны. Это хорошо. Садитесь удобно. и закрывайте глаза. Да. Нет, значит нет. Ну, в общем, мы не обращаем внимание на звуки. Еще раз садимся удобно и закрываем глаза. Проверьте свое положение, подвигайте грудь вперед-назад, вправо-влево, чтобы найти середину, правильную позицию. и почувствуйте будто как будто стержень внутри. Вы должны в правильной позе почувствовать такую невесомость. Обычно нужно чуть-чуть отклониться назад, чтобы это произошло. И просто слушайте звуки в сфере желаний. Используйте Продолжение следует... Теперь переходите на фокус на сердцебиении или на ощущениях. Продолжение следует... Продолжение следует... Переходите вовнутрь сердцебиения. Второй уровень сферы форм. Вы это сердцебиение и вы стучите изнутри. Продолжение следует... Продолжение следует... Вы внутри сердцебиения, но вы настолько глубоко, что ощущается, как будто этот звук сердцебиения очень далеко. Продолжение следует... 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 Теперь ваш ум одноточно сфокусирован в точке третьего глаза, в очень-очень маленькой точке, и ощущается, как будто весь вы в этой точке. Больше нет ощущения тела, есть ощущение одноточной сфокусированности. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь первый уровень бесформенной сферы. Ваше сознание — это озеро, вода плоская и безмятежная. Вы бросаете камень в середину сознания, в середине головы и наблюдаете за одним кругом, который расходится по воде к сторонам. Это продолжается бесконечно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь вернитесь в центр своего сознания. Мы включим маленькую лампочку в середине вашей головы. Свет осознанности, прозрачный свет, будет распространяться шаром во все стороны, через все миры. Включите свет. Включите свет. Включите свет. Теперь отбросьте все объекты. Третья бесформенная сфера. Все темное. Нет мыслей, нет осознанности, нет объектов. Третья бесформенная сфера. Третья бесформенная сфера. Третья бесформенная сфера. Но если они происходят, позволяйте им проходить. Третья бесформенная сфера. Третья бесформенная сфера. Третья бесформенная сфера. Третья бесформенная сфера. Теперь попросите вашего ламу прийти вашего учителя, подумайте о его хорошем качестве, о чем-то, что вы в нем видели и восхищались этим. Выберите одно качество. Теперь загляните внутрь своего сознания. Теперь притворитесь, что можете видеть семена, как будто маленькое гнездо семян в сознании, серебряные маленькие сияющие семена. Они раскрываются и набрасываются на учителя и вы видите это качество. Проследите, как открываются шесть или семь семян таким образом. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Теперь подумайте о том, почему у вас есть эти семена. семена. Играет музыка. Подумайте о вашей воображаемой прошлой жизни. Пример сотни лет назад. Играет музыка. Играет музыка. Где вы были. Кем вы были. И что вы сделали, чтобы посеять эти семена. Создайте историю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не двигайтесь, сделайте три длинных глубоких выдоха, посвящая эту карму, которую вы создали, хорошую карму всем живым существам. Можете медленно открывать глаза, подтягиваться. Давайте сделаем перерыв 10 минут, мы можем себе позволить, и вернемся. Перерыв. Так, мы с вами закончили на истории. Да, у всех получилось с историей, мало было времени, но так. У меня получилось, из меня интересно. А, мы обсуждать можем? Пару минут можно. Почему-то очень вливает на сострадание, когда я чувствую это такое. Кажется, это на пустоте же мы медитируем, но почему-то сразу вливает на какое-то чувство сострадания. это похоже на элементарь зала и розы. А кому ты сострадаешь? Не знаю, там что-то есть такое. Там же есть другие люди, ты же не можешь без других людей себя найти. Ну, может, это хорошо? А, ну да, но у меня вообще все постоянно на это. Ну, в смысле, история у тебя, да? Ну да, конечно. Конечно, грустные истории, эффект такой. Да. Получилась история у вас? Микрофон. Точно. Да, которую сейчас вы делали до перерыва. То, что было до перерыва, забыто. Нет, я старался следовать инструкции, но было периодическое отключение на мысли. Какие-то свои, например, возникали. Угу. Ну, понятно, отключение, да, бывает. Да. Еще как. Сейчас. А я историю получил. Классно. Ну? А, я медитировал на всеведение учителя. И у меня такая история была, что я куда-то ушел в пещеру и медитировал до тех пор, пока у меня в самой всеведении это не появилось. Угу. Вот. И тогда, я когда уже получил всеведение, пошел и стал помогать людям. Классно. Да. Хорошо. Нужно кофе пить. Здорово. У меня тоже что-то было про... Ну, я так... Сложно медитировать, когда говоришь еще. У меня что-то было про... Как будто я была собакой на космическом корабле. И что-то помогла какую-то своему, значит, хозяину. У меня была женщина с красными волосами. И я помогла ей найти какую-то книжку, что ли, ей как-то подвинуло, типа, носом. И она поняла, куда нам лететь дальше. Вот так. И это было... Это я медитировала что-то на... Боже мой. Очень быстро забывается. Странная. Не знаю. У меня такая вещь. На то, что учитель всегда... У него всегда есть знание, что все происходит из него. И он всегда... В общем, он не цепляется за Гакчу. Вот что. И типа, есть что-то, что его ведет вперед. И вот так же я вот путь подсказала, будучи собакой. Вишла говорил еще в Diamond Mountain про танец Льва, что пусть ваша история будет абсолютно какой-нибудь невероятной. Пусть она будет в космосе. Пусть будут там звездные войны. Пусть будут, знаете, мячи светящиеся. Все, что угодно. Потому что все, что вы можете представить, все может быть. И неизвестно, в каком мире вы жили раньше. Это не обязательно, знаете, вот типа, история Руси. Не обязательно вам только на Руси рождаться. Можно и на другой планете. И все равно частично это будет какой-то правдой. Или совсем правдой. Вот. Поэтому не стесняйтесь, чтобы... У меня было очень долгое время, что я представляла только вот... Я мою там в ведре какие-то тряпки. Типа на реке. Ну вот. Давайте продолжим. Мы остановились на истории. То есть мы создали историю. Учитель сидит перед нами. Садитесь, пожалуйста. Удобно. Проверьте еще раз ваши телефоны, что они без звука. Так, я включаю звук тут. Так. Я включаю звук тут. И вы сидите, и напротив вас сидит ваш учитель. И вы видите, как раскрываются семена этого качества, которое вы в нем видите. Теперь уважительно попросите учителя подвинуться. Пересесть. И увидите другого учителя. Который выглядит точно так же, как ваш первый учитель. У него есть те же качества. Он выглядит абсолютно так же. И единственное его отличие в том, что он не происходит из вас. Этот учитель происходит сам по себе. просто он случайно родился именно в этом месте. Так сложилась его судьба, что он обрел эти прекрасные качества. И случайно произошла ваша встреча. И у вас нет никаких историй из прошлых жизней. Вы никак не связаны с ним. Это просто случайность. И весь мир так же просто случайность. Ощутите, как неправильно это чувствуется. Так не может быть. Когда вы это осознаете, этот Бу-Бу-Учитель исчезает. Идите в то место, где он был. Прочувствуйте это. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok Теперь возьмите кусочек этого чувства, этой пустоты и поместите его в сердце вашего настоящего учителя. Теперь мы пойдем вниз по лестнице. Темно, ничего нет, никаких ощущений. Отключайте сознание. Но если приходят мысли, позволяйте им приходить. Не думайте о них. Но позволяйте, не запрещайте им проходить. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь в сфере желаний. Слушайте звуки вокруг вас. Продолжение следует... Седьмой уровень. Отключите сознание совсем. Темнота. Ничего нет, все темное. Не позволяйте мыслям приходить. Продолжение следует... Продолжение следует... Сфера желаний. Сфера желаний. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь ощутите свою осознанность, которая распространяется огромным шаром света, и постепенно сужайте ее до точки в середине вашего сознания. Шар сужается, уменьшается. Субтитры делал DimaTorzok Верните в середину сознания. Теперь снова ваше сознание распространяется как круг на воде влево и вправо. Огромный круг. Теперь он сходится внутрь, уменьшается. Следите за этим кругом. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Слушайте звуки вокруг вас. Субтитры делал DimaTorzok Теперь вы внутри вашего сознания в середине, очень одноточечно точечно сфокусированы, весь ум в одной точке. Нет! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Звук сердцебиения где-то очень далеко. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сферы желаний Фокус на звуке вокруг вас. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вы внутри сердцебиение, вы бьетесь изнутри. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok Вы смотрите сверху за биением сердца. Три длинных глубоких выдоха. Можете медленно открывать глаза. Три длинных глубоких выдох. 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 Можем, кстати, отписаться в наш чат, что мы ее сделали. Так, где? Вот, продолжаем. Мы с вами сейчас на медитации номер 20. Какая там картинка? Ага, гнездо птицы. Это про что? А как вы думаете, про что? Только что мы недавно с вами говорили. Да, это именно как раз, когда восприятие накладывается друг на друга. И каждый раз, когда вы видите что-то или слышите, вы воспринимаете это, но внутри есть еще восприятие. Это, я сказала, говорит, как матрешка, русские куклы. Вы открываете одну, а внутри еще другая. Открываете другую, еще другая внутри. И когда вы смотрите на вещи, обычно у вас есть и правильные, и неправильные восприятия. И они как бы гнездуются, накладываются друг на друга. И изучение этого, кто-нибудь знает, как называется? Правильное восприятие? Правильное восприятие? Пермана. Пермана. Да, это в ACI 4, если я не ошибаюсь, там все еще неправильный перевод стоит, неправильное произношение этого слова. Там есть на прамана. Прамана это неверное произношение. Верное произношение это пермана. Пермана. Я написала просто пермана. Но при этом я помню, что нужно как-то пермана. Что-то типа того. Ну да. Вот. Пермана это что такое? Верное восприятие. Правильное восприятие. Гешла говорит, что есть учения, и вот эти о пермане, это прекрасные, очень интересные, глубокие учения. И это пермана, это наше свежее восприятие, это вот определение, которое не неверно. Вот. И это одна из самых важных идей в буддизме. Когда у вас есть правильное восприятие, и когда у вас есть неправильное восприятие. Гешла говорит, что 99,9999,9 ваше восприятие это пермана. То есть это верное восприятие. Ну что значит? То есть я вижу стакан. Вот. Стакан есть, я его вижу. Вот. Это пермана. Иногда из-за каких-то факторов у вас происходит ошибочное восприятие. Например, один из примеров, которые Гешла любят приводить, это когда вы стоите, везете машину, останавливаетесь у стоп-линии на красном. И справа и слева две машины. И вы стоите, но две машины откатываются назад. И вам кажется, что вы едете вперед, вы начинаете сжать на тормоз. И такие, что случилось? Потом вы осознаете, что это они откатились назад. Вот. Это и есть пермана. Ошибочное восприятие. И в отношениях. Когда вы уже давно в отношениях, у нас тоже часто иногда случается пермана. Не пермана. Пардон. Например, вы заходите в комнату, а ваш супруг пишет сообщение, улыбается. Вы заходите на такой тип. И начинаете, значит, из-за ревности, из-за сильных эмоциональных таких ощущений, вы начинаете придумывать. И как бы вот это не пермана получается. Сильные эмоции могут поменять ваше восприятие. И это два примера неправильного восприятия. Один физический с машинами, другой эмоциональный. Или, например, когда вы болеете, и вам тяжело. Не знаю, у меня так часто, и я начинаю задумывать себе, что всё плохо, мир вообще бренности, всё ужасно. Вот. Это тоже не пермана. Почему мы об этом здесь говорим? Потому что Камлашила, мастер Камлашил говорит, что у нас постоянное правильное и неправильное восприятие. Они гнездятся друг на друге. Например, вы смотрите на свет на потолке. И у нас всегда как минимум два восприятия этого света. То есть это то же самое, как в матрёшке. Они накладываются друг на другу. Это свет? Ну да. Но вот это чувство, как про дверь, которая у нас есть по поводу этого света, что кто-то его купил. Ну, в данном случае этот свет, конечно, здесь был давно. Вот видите? Он здесь был давно. Итак, мы въехали, а свет уже был. Вот. И это восприятие соединено с вот этими чувствами. То есть я воспринимаю этот свет так, что он здесь уже давно был. Вот так вот в данности. Но это и моё может быть, если мне повезёт, второе восприятие. Это что я вижу свет, потому что я кому-то улыбалась, например, раньше. И поэтому я сейчас вижу свет. У меня есть семя для... Десять лет назад я посадила семя для яркого света. Ну, оно там, может быть, где-то так мелькает. И если вы меня спросите, Арина, откуда этот свет? То, поскольку я, ну, уже почти три дня в неделю готовлюсь к занятиям, пока малошили, и ещё один день введу их, то, возможно, я вам скажу, что он происходит из моих семян. Потому что я об этом немножко помню. Вот. Но, в принципе, я бы сказала, что, ну, он здесь был уже. Ну, мы въехали, и уже был тот свет. Вот. И... Но это не моё первое восприятие, впечатление. Когда я автоматически думаю, что я улыбалась, и поэтому я вижу свет. И я не думаю о том, что, наверное, мне стоит ещё улыбаться кому-то, или, может быть, свет включить, или делать что-то, осветить путь. Вот. У меня есть вот это чувство о свете, почему я его вижу. Чувство о свете. Вот. И причина, по которой мастерка Малашила здесь об этом говорит, то, что мы уже с вами слышали. Казалось бы, когда вы идёте на лекцию DCI, вы садитесь, и Геша Майкл начинает вам объяснять, вот это ручка, а если собачка зайдёт, и вы такие, понял. И что происходит в этот момент? Ничего не понял. Вы понимаете, но при этом вы ещё не понимаете, вот в это же время куча вещей остальных. Ну, вы такие, понял. То есть даже в тот момент, пока вам объясняют пустоту, вы её не понимаете. Хотя вы её понимаете, но вообще вы её не понимаете. И вы не понимаете своё понимание. И вот она объясняет ручку. Мне, например, вот эта ручка от салихи пришла. Я прихожу сюда, ручка появляется на столе. Я знаю, салиха принесла ручку. Она всё время приносит ручку. И если мне нужна будет ещё одна ручка, я скажу, салиха, дай ручку, пожалуйста. Вот. Это откуда для меня происходят ручки? От салихи. Ну, она их там покупает где-то, не знаю, может быть, они поизготавливаются на заводе. Вот. То есть я не думаю о том, что эту ручку я должна кому-то дать, Володе. Ну, ручку салихи я не буду давать, но свою ручку, например, я должна дать кому-то, чтобы она ко мне пришла. Но об этом я не думаю. И даже пока я объясняю эту ручку вам, я думаю, ну, вот ручка салихи. И это про вот эти восприятия, которые друг на друга как бы нагнёздываются, накладываются, гнездуются. Это друг в друге. Вот так, правильнее. И что интересно, это то, что когда вы слушаете про ручку много раз, и вы понимаете, хотя даже пока чего-то не понимаете, но это уже достаточно кармы, вы создаёте, чтобы не попасть куда? Да, в три низших сферы, миры, да. Если вы глубоко понимаете ручку, много про неё слушаете, много про неё сами объясняете, то это невозможно после того, как вы умрёте, попасть, там, стать собакой или родиться в аду. Это как бы такая гарантия. И это Гок Тен, третья истина. Помните, четыре истины Арии. Это третья истина? Это третья истина. Вы заканчиваете страдания. То есть я не буду рождаться в низших мирах, если я понимаю ручку. Таким образом я заканчиваю страдания. Это навсегда, это никогда не изменится. А, есть конец. Да. Но даже пока вы создаёте эти хорошие семена, которые замораживают ваши другие плохие семена, у вас всё ещё есть непонимание. И вы всё ещё не понимаете ручку на каком-то уровне. И особенно вы не понимаете три сферы. Которые какие? Три сферы. Не-не-не. Ещё есть сферы. Пустоты трёх сфер это моя пустота. Да. Пустота для человека, которого я даю. И пустота где-то... Да. Именно так. Эти... Глубоко в вашем сердце вы верите, что эти три части происходят со своей собственной стороны. Ну вот у меня была ручка, я дала. И это то, почему лорд Будда сутри алмазного ограничика сказал, что... Что сказал? Подожди. Чё Будда сказал сутри алмазного ограничика? Он, конечно, много чего говорил, но на эту тему что? Ну, я думаю, что туда приехал. И не оставаться ни в чём. Да, когда вы совершаете первое совершенство, совершаете совершенство, когда вы делитесь вещами с другими, попробуйте осознавать, откуда происходит другой человек, откуда происходит то, как вы его встретили, и откуда происходите вы сами. То есть я, другой человек, и сама ситуация, включая даяние. Попробуйте помнить, что это всё происходит из вас, что это не рандомно, типа вот так у меня свалилась с неба ручка, и вот повезло, человек появился. Это не удача, это не рандомно происходит, так не может быть. Всё происходит из семян. И давайте эти даяния без того, чтобы оставаться в вещах. Это то, что он сказал. Следующая картинка. Она интересная, потому что вы её поймёте, говорит Гешила. А, лодочки же. Лодочки. Сейчас я проверяю вопросы. Нет. Не осталось в состоянии. Елена, вы говорите, пожалуйста, нам вслух, потому что я закрываю чат, и я его не вижу. А так вы будете как будто с нами. У меня включён звук, и мы будем вас слушать. Хорошо. А можно мне кто-нибудь поможет зарядку? Воткнусь сюда и дайте мне хвост. Спасибо большое. Сначала хвост. Это опасно, наверное. Спасибо. Сядься. Нормально. Отлично. Спасибо большое. Так вот. Сразу после того, как он сказал, что когда вы понимаете ручку, вы также её не понимаете, и не понимаете себя, сразу после этого он говорит, то есть будто говорит суббуте. Это то, что я имел в виду, когда в более ранней сутре говорил, что те, кто понимают, что это презентация дармы как корабль, оставят даже учение дармы позади. Я работаю над сутрой, чтобы вам её отдать, чтобы вы тоже могли читать её. Ну, медленно пока. Вот. Это звучит так немножко страшновато. Оставить дарму позади. Будда сказал суббуте, что потому что ты не понимаешь ручку, пока её понимаешь, то есть кое-что в учениях, что нужно оставить. И вообще о чём это? Таиланд. Это большая страна, и там есть маленькие, такие небольшие острова, да, острова на юге. И чтобы до них доплыть, нужно сесть на лодку. Вот представьте, вы плывёте, собрали вещи, плывёте на острова, очень красиво там острова, прям голубая вода прозрачная, прямо как вот в рекламе Баунти. Очень красиво. И вот, значит, собрали вещи, идёте, плывёте на этот остров. Приплыли на остров, собрали вещи, взяли лодку и потащили её. А на горе статуя Будды, вы хотите вот на статую Будду посмотреть. Ну, вы тащите эту лодку в гору. Вот. Тяжеловато, конечно, но тащите. Вот. В общем, не нужно её тащить. Картинка — это лодка. И, в общем, история такая, что рыбак ловил рыбу, а потом оставил лодку на берегу и пошёл домой ужинать. И он её в дом не понёс, эту лодку. Вот. Будда сказал, вы должны оставить позади эту лодку тоже. И здесь большинство людей думает, что это означает, когда я стану очень умным, то мне никакая дарма не будет нужна. Можно будет все книги отдать и сидеть, курить трубку. Это не то, о чём здесь говорит Будда. Камалашила говорит, что есть три лодки, которые вам нужно оставить позади. На картинке там три с половиной. Гешмайкл говорит, что он не смог найти три. Вот. Нужно ли... Ещё предложение в сутре. Следующее. Нужно ли упоминать, что они будут делать с тем, что дармой не является? Это означает, что, конечно, вы должны оставить это позади. Так же, как и лодку, которая вам не нужна. Это первая лодка. Гешмайкл здесь рассказывает про книги, которые ему дарят, которые типа там, вот это очень хорошая книжка по психологии, прочитает, там она вот такая классная. И он говорит, спасибо большое. А дома у него есть специальный такой мешок на благотворительность. Он так передаёт. Есть ли в этой книге хорошие идеи? Наверняка. Являются ли эти идеи в этих книгах на сто процентов верными? Нет. Является ли полностью вся книга на сто процентов правдой? Нет. И я стала говорить, что у меня есть книги под армией тысячи, у меня есть The Knowledge Base, сайт, на котором все, все что угодно. И, например, лично у меня есть возможность съездить на ретриты. И мне вот эти все книги, в которых, может быть, 20 процентов истины, или, может быть, 50, если повезёт, они не нужны. Потому что у меня есть сто процентная истина. И он говорит, что дальше кое-что радикальное. Это то, что в буддизме мы верим, что если книга напрямую не объясняет пустоту, то она не буддистская. И это не то, что Будда хотел преподавать. К тому вопросу, мне кажется, про то, что спрашивала. Будда преподавал и говорил о других темах, когда он видел, что люди не готовы. И было ли это тем, чему он хотел обучать? Нет. Он хотел обучать только пустоте. Но иногда из-за каких-то обстоятельств не мог. И для большинства людей эта первая лодка, она не про книги. Она, как вы думаете, про что? Она про то, что из прошлого статистика, судьбинушка. Нет? Про видео в Ютубе. Про видео? С котятками, как они там смешно так ручками делают. Видели такое видео? Они такие... Вот так. Ну вот. Там, где там собачка может на носу держать, стаканчик и всякое такое. Я шла говорить, не присылайте мне эти видео, у меня нет времени на это. вот. А, совсем простые вещи. Да, вещи, которые не дармо. Первая лодка, это вещи, которые не дармо. Папа очень любит присылать всякие очень интересные и смешные видео там про Россию. Почистить историю. Просто даже уже не открывая, потому что, ну, спасибо. Вот. Что, что он меня не видит? Сейчас к нему поеду. Первая книга, первая лодка, которую легко оставить позади, это вот эти бесполезные книги, Ютуб и всякое прочее. Фейсбук туда же. Вам это все не нужно, потому что у вас есть арендованная машина. Вы ее взяли на прокат, когда были рождены, и она новее не становится с каждым годом. У нее где-то ржавчина появляется, где-то что-то ломается. А еще у кого-то включен микрофон. Пожалуйста, выключите. Вот. И однажды утром вы проснетесь, вы такие, а у вас тело 60-летнего человека, или 70-летнего. Вы такие, почему тело моей бабушки здесь? Вот. И не думайте, что это с вами не случится. Это будет так, это будет очень быстро. И поэтому не тратьте время на то, что вам не нужно. На то, что не поможет вам этого избежать. Поэтому оставьте эту лодку позади, и у вас нет времени смотреть все эти видео. при этом пометка, что после этого сразу становится грустно, и кажется, что если ты сходил в кино один раз, то все, ты не будись больше. включен микрофон у Елены, другой. Нельзя ли его выключить, пожалуйста? Поэтому это не так. Раз в месяц, или не знаю, когда вы чувствуете, что нужно, можно сходить в кино, можно посмотреть глупый фильм, чтобы просто расслабиться, чтобы просто отдохнуть. Это нормально. Не нужно перерабатывать, не нужно думать только о дарме, постоянно учиться, или работать. Это неверно так же. Это как две канавы, две крайности. Одна канава – это лень, когда вы просто сидите целыми дядями, смотрите на котяток в YouTube. И вторая канава – это когда вы просто не даете себе перерыва, и постоянно-постоянно работаете, или вы учитесь, медитируете. Вот. И те, и те люди, они не достигают успеха. Нам нужна середина. Вы должны сходить в кино и посмотреть глупый фильм, если вы знаете, что вам нужно. И это нормально. И это была первая лодка. И второй тип дармы, который нужно оставить, это та дарма, которую вы чувствуете, что исходит от самой дармы. Ну да. И это сложно, говорит Гешила. То есть понимаете ли вы, куда ведет сутра? Сначала он говорит, что даже пока вы слушаете про ручку, вы не понимаете про ручку. Вы не понимаете, то есть я не понимаю Арину, и я не понимаю, не знаю, саму ручку. И Гешила на DCI всегда говорит, что если вам не нравится лекция, то она исходит от вас, а если нравится, то от меня. Вот. И потом в предыдущей секции этой это звучит немножко так странно, потому что он говорит, что вы не понимаете этой вещи, и, кстати, оставьте эту лодку позади. И поэтому нужно, чтобы здесь Гешила нам объяснил и провел взаимосвязь. Оставьте те учения, которые вы думаете, что исходят от Геша Майкла. И я думаю, что если вам нравятся учения Геша Майкла и мои, например, то, что я вам сейчас говорю, вы должны пойти домой и сказать, класс, молодец, сегодня Арина, ну что, нормально рассказала. Хорошо, я молодец. И это самое сложное, ставить такие учения позади. И правда в том, что позже вы сможете оставить и правильные учения, которые происходят из вас, и вам не нужны будут все книги. Когда вы станете Буддой, и вы сможете читать любую книжку и, в принципе, и так знать, о чем она, и видеть все, не знаю, 10 тысяч миль от вас, то тогда можно будет их тоже оставить. Это третья лодка. Но не прыгайте в эту третью лодку слишком рано. Вот. То есть, еще раз, в основном первое, это оставить YouTube в бесполезные видео. Это просто. Второе, вторая лодка, это когда вы идете на учения, и пока слушаете учения, постарайтесь понять, что эти учения исходят от вас. И если вы не хотите терять эти учения, и этого учителя, то как вы собираете карму для этого? Что нужно делать? Вы должны делиться с другими людьми. Здесь Гешла говорит делиться, потому что каждая минута, которую вы проводите на занятии дармы, а сегодня, это долго, это очень невероятно дорогая карма. И это самая дорогая карма. И тысячи семян просто вот так вот уходят с вашей банковской дармокарты. И вы потеряли уже очень много денег с утра. Очень много семян. И если вы не будете пополнять этот бак, не будете в него заливать новых семян, то вы потеряете дарму, вы потеряете учителя, вы потеряете того, кто вам это объясняет, вы потеряете сутру. Это как-то оно случится, если вы не будете пополнять. Это очень важно и очень опасно. И как это сделать? Делиться с другими тем, что вы узнали. При этом он сказал не так, Будда сказал не так. Он сказал, делитесь тем, что поняли. Что есть разница. И это легче для нас. То есть типа, ну, пустоту-пустоты я не понял, но зато вот это вот немножко понял. Просто будьте честны. Скажите, вот это я не понял, а вот это я понял. Вот это могу рассказать. И также, у нас до двух, да? То есть я могу еще добавить кое-что. Насчет потерять учителя и потерять учение. Очень важно в отношениях учителя и ученика, при этом не важно, какие это отношения, не важно, какой это учитель. Это, не знаю, 22-летняя девочка, сидящая в аджаранге на троне перед вами. Или это, не знаю, 60-ти, сколько ему, не знаю, летний мужчина в расцвете сил, который сидит в ретрите в Даймонд Маунтен. Если этот человек доносит до вас дарму, то он уже является вашим учителем. И, может быть, он не сердечный учитель, может быть, он не тот, с кем вы хотите там всю жизнь у него учиться и проводить у его ног свое время. Но вам нужно уважать этого человека в любом случае. И это одна из тех причин, почему я и Люба мы не хотели садиться на вот этот трон. Мы не хотели... Если помните, сначала была Камалашила, по-моему, ты ходила, да, Салиха? Мы сидели вот там, вот на полу, и мы такие, ну, типа, Камалашила. Вот. Мы очень... Ну, было странно немножко сказать, что, типа, я учу вас. Вот. Но потом мы поняли, что эти учения так не передаются. Ну, если это не обучение кого-то просто на кухне, вот знаешь, я слышал по четыре шага, а это ты говоришь, действительно, я передаю от мастера Камалашила, от Геши Майкла, и я передаю это дальше. Тогда это передается по-другому. И тогда нужно залезть на этот трон и сказать, я сейчас учитель, я сейчас вас учу. И это от меня сейчас, но это мне очень сильно... Ну, это вот новая такая штука, которую я узнала для себя в этой поездке. Я как бы обрела еще двух учителей в ней, и это очень меня научило проявлять именно вот это уважение к тому, кто тебе дает знания. и это очень сильно, потому что, если ты не будешь этого делать, если ты не будешь уважать учителя, он просто уйдет. Ну, ему не нужно это. То есть учителя — это человек, который просто согласился по доброй воле тебе что-то рассказывать, тебе что-то говорить, тебе помогать. Вот. Но если не будет... Ну, как минимум, у нас есть кармические причины, и если ты просто не будешь почитать то, что у тебя есть, то есть типа, а, ну, фиг с ним, стакан воды, то он исчезнет? То же самое. Это лодка. Вопрос дискуссионный. Да, дискуссионный вопрос. Правильно, спасибо. Ну, в смысле, он такой как бы дискуссионный неправильный перевод, но такой типа непонятный. Еще раз вопрос. Как ты думаешь, Субутти? Есть ли такая вещь, как полное просветление, где тот, кто ушел таким образом... Тот, кто ушел таким образом, это кодовое имя Будды. Достигает нестравненные, идеальные, полные буддовости. И преподавал ли Будда дарму вообще когда-либо? То есть вопрос. Кто-либо достигал просветления, и кто-либо вообще дарму преподавал? Все. Вот, что спрошло. Поводи. И Субутти отвечает. Насколько я понимаю, о чем ты говоришь, я бы сказал, что не существует такой вещи, как достижение полного просветления. И нет такой вещи, как учения, которые они дают. То есть просветленные существа. И потом Камалашил говорит кое-что интересное. Что если вы думаете, что Будда сама происходит сама из себя, и если вы не понимаете, откуда происходит само просветление, то это будет тем, что замедлит ваше просветление. Вот. И если вы не понимаете, кто создает Будду и кто делает его Буддой, то вы замедляете свою Буддовость. Когда вы думаете о себе в будущем, как о Будде, вы должны быть очень осторожны и чувствительны к тому факту, что это происходит из той кармы, о которой мы говорили. 112 знаков. И когда вы видите Будду со 112 знаками, этот Будда не происходит со своей собственной стороны. То есть, с одной стороны, каждый из этих знаков у них есть, потому что есть причина, они сделали что-то для других в соответствии с этим знаком. Ты как? И также причина, по которой вы видите этого Будду с этими знаками, в том, что вы сделали что-то хорошее в прошлом. Видимо, много чего. И никакой Будда никогда сам по себе не приходил на землю. Только ваша карма их приглашала. Вот. И люди часто спрашивают Гешела, говорят ему, что вот я поеду в Индию искать учителя. И Гешела говорит, что есть путь легче. Вы можете остаться без диареи и не поехать. И посадить себя учителя, себе учителя четырьмя шагами. И Гешела рассказывает, что он хотел это сделать, что его учитель был очень для него далеко, и он хотел быть ближе к учителю. И, собственно, четыре шага. Первое, я хочу учителя близко к себе. Второе, найдите того, кто хочет того же. Третье, помогите ему. Например, колледж в Сидоне, который обучает преподавателей, чтобы преподаватели были ближе к людям. И Будда сказал, что когда вы думаете о буддовости, особенно своей, не думайте, что это происходит само по себе. Так же, как и ваш учитель, происходит из вас. И если вы хотите учителя ближе к себе, то сделайте четыре шага. И какой четвертый? Да, особенно радуйтесь тому, что вы используете новую систему, говорит Гершева. Каждый раз, когда вы делаете четвертый шаг, у вас будут две вещи, о которых вы должны думать и радоваться. Первое, это то, что я делаю, чтобы мой учитель был ко мне ближе. То есть, я делюсь, например, тем, что знаю, с другими. Я помогаю со стипендиями в колледже, например, ну там, в колледже. Я сажаю эти семена. И учителя не будет выбора. Он просто окажется рядом с вами. Как бы вы заставите его оказаться рядом с вами. И второе, это я так рад, что я использую новую систему. И новую систему без диареи, говорит Гершева, чтобы найти учителя. И это проще, чем как то, что Герш Майкл же сам ездил в Индию, чтобы найти учителя. И это проще, он говорит. Четыре шага, если бы я знал. И я, когда я делаю вот эту кофе-медитацию, я думаю, что я рад, что я понял, откуда вещи происходят. И это проще, чем ездить в Индию или конкурировать с другими людьми. Например, чтобы заработать денег. И он говорит, когда вы делаете четвертый шаг, пожалуйста, потратьте пятьдесят процентов времени на то, что вот эти мысли, я так рад, что у меня есть новая система, чтобы получить все, что я хочу. Я такой умный. Я не создаю деньги, забирая их у кого-то. Например, так. Вот. Ну и я тоже, мне кажется, делала четыре шага. Как-то, в принципе, делала на то, чтобы учитель был ближе. Вот. И у меня получилось. Вот. У меня получилось, во-первых, в три раза больше учителей. И получилось так, что у меня оказалась возможность быть к ним ближе. Это очень здорово. Вот. Медитация 22. Чего там? Туннель. Ага. Я в конце тоннеля. Ага. Как вы думаете, это про что? Свет в конце тоннеля. Что-то в прошлый раз учитываешь. Куда-то с отлинием? Наверное, про то, что мы говорили сейчас. Ну, на самом деле, это про процесс смерти. смерть в конце тоннеля. Скажите мне, новенький, который не слиха, вы помните медитацию про умирание? Или вам нужно сделать ее еще раз? Ну, я только можно сделать. Однажды сделала. Однажды сделала. Я могу ее провести. Не сейчас только. Или вы можете... Через комнату, да? Нет, нет, нет. Это по ламриму. Сейчас по ламриму я говорю про... Это как раз про знаки. То есть мы проходим через весь процесс умирания, как он на самом деле происходит. Что происходит с вашим сознанием, когда вы умираете? И... Бордо? Не знаю. Нет. Умирание Бордо? Не уверена. Вот. И потом вы оказываетесь в... Кристалл перед вами. Вы говорите это я, это кристалл. И потом вы становитесь Буддой. У вас есть все эти знаки. И вы вот как Будда сидите. Есть два варианта. Во-первых, я предлагаю вам посмотреть на нашем YouTube-канале. Волось, может, ты скинешь ссылку? Давайте я скажу. Я знаю, что это за медитация. Хорошо. Давала есть запись. Да. Есть запись, как Люба давала. Вот. Можно ее сделать. И вот этот, собственно, просвет в конце туннеля, это как раз та медитация, это свет кристалла. Вот. То есть в конце мы спрыгиваем из вагона ветра в тело дармы. То есть почему спрыгиваем? Потому что когда мы умираем, мы проходим через определенную последовательность действий. Как бы что происходит с сознанием? Оно разрушается, и то, что мы видим, это одни и те же ситуации, в которых мы находимся. И там есть белый свет, потом красный свет, если вы помните. Потом идет очень сильное сужение сознания. Сознание становится очень-очень маленьким. И потом впереди вы видите маленький кристалл. И Гешила говорит, насколько я помню, что это достаточно пугающе. И люди такие, что за кристалл? И это то, что их выбрасывает, и они рождаются снова. Но если мы пойдем и зайдем в этот кристалл, возьмем его себе, то это тот способ, как можно спрыгнуть из этого метро, который ведет нас к перерождению. Можно спрыгнуть и стать бондой. Вот. Да. вот эта медитация, которую мы делали там по первой, второй картинке к Машу, два, она же, по-моему, очень похожа, где мы там умираем, а по пустыне идем. Да, это она и есть, пустыня. И это она и есть. В конце кристалл, да, ну как бы кристалл, а потом Будда, я Будда. Вот. И это, собственно, то, как мы делаем медитацию на знаке. То есть, возможно, волос, вам нужно будет ее проделать всем как-то. Может быть, ты ее прослушаешь и проведешь? А я ее проведу. Именно ее? Да. Проведи ее, может, и еще раз. Я еще раз. Вот. В общем, еще раз. Это 22-ая про тот момент, когда ваше сознание сужается и в конце кристалл, и, значит, вы его ловите. Вот. Это все, что Гешила говорит про эту медитацию, то есть, ее нужно как бы сделать. Медитация 23. Чего там говорить? Возможно, начинается, возможно, картинку давайте. Мужик, парень и автобус уходит. Автобус уходит. То есть, это такой молодой бизнесмен. Ждет автобус. Гешила говорит, что когда вы будете изучать всю сутру, когда я вам ее закончу, вы заметите, что у мастера Камалашила есть любимые части, в которые он, вот он, типа, вот читает сутру, и, значит, вот именно так он пишет комментарии в 750 веке, году нашей эры. Он, значит, пишет комментарии. И у него есть любимые части сутры, на которые он говорит, вот на эту нужно сделать больше медитации, а это, ну и так всем понятно. Вот. И в сутре будет очень понятно, то есть там сутры и комментарии, будет очень понятно, какие у Камалаши любимые части. Гешила говорит, это легко отследить. И он потратил Камалашилу очень много времени на одну из медитаций в самом начале сутры. Там третья, говорит, третья часть всех медитаций на один стих из сутры. Я уже плохо помню, но типа того, да. Это начало, он говорит, начало Камалашила 2. Итак, почему автобус? Это относится к стиху, очень сложному, 38-му. И почему это так? Потому что эти личности, которые являются реализованными существами, выделили все эти вещи идеально через то, что не создано. Реализованные существа это арии. Гешила говорит, что он их перевел так, потому что слово арии раньше неправильно воспринималось, понималось. арии это те, кто понял пустоту. То есть, они выделили все вещи через то, что не создано. Помните, мы сейчас недавно говорили про пустоту, то, что она не создана. Подсказка. Блин, подсказала вам раньше. Какой инструмент, который Гешила называет это так люди с утра алмазного огранчика. Вот эти люди с утра алмазного огранчика, они используют какой-то инструмент в своей жизни. Какой инструмент? Ручка близко, конкретнее. Пустоту. Да. Несозданный инструмент пустота. То, что не было создано и ничего не являлось причиной этого. Это не постареет и никогда не изменится. Это то, что используют такие люди с утра алмазного огранчика, то есть мы. Это пустота. И Будда называет это несозданная вещь. Несозданная вещь. И еще кое-что. Камалшил говорит, что он говорит, то есть Будда говорит об определенной сутре и ссылается на сутру Чельян Дапа Тепа. Это перевод превосходная сводка вещей или сумма вещей. Это очень известная сутра, то есть сумма о вещах. Сводка о вещах. И значение этой сутры ничего не останавливается, ничего не начинается. Как это связано с картинкой, как вы думаете? Близко. То есть автобус никогда не останавливается. Не знаю, если вы когда-нибудь стояли на автобусной остановке, я верю, что вы стояли, то проходит автобус, он не ваш. Проходит второй автобус, он не ваш. Проходит третий автобус, может быть, он ваш, если повезло. То есть не останавливается. Это шутка от Геша Майкла. Ничего не останавливается, ничего не начинается, ничего не прерывается, ничего не существует всегда. Ничего не происходит, не приходит и ничего не уходит. И это Нагарджина. Это самая знаменитая книга Нагарджины. У него есть никнейм Будда вернулся, то есть это второй Будда. И он написал невероятную книгу о пустоте с названием Мудрость. Праджня. И это стихи, это про эту сутру, она очень странная книга, очень короткая, там 27 крошечных параграфов. Она поэзия, она странная. Вот. А Геша говорит, что даже выпив две чашки кофе, сложно понять. И он говорит так, эта книга очень особенная, что если вы сделали что-то хорошее для кого-то, а потом пошли читать сутру, то может быть вы что-то поймете. А если вы ничего не сделали, то вы не поймете. Это доказательство пустоты. И вообще можно сойти с ума, пытаясь прочитать эту книгу. Он говорит, что есть много переводов и комментариев на эту книгу, но они все неверные. И книга как бы очень такая простая и сложная, в смысле, что она короткая, маленькая, но сложная. И прямо здесь вот мастер Камалашила говорит, что Будда цитирует эту сутру. И тут вы можете увидеть, откуда Нагаржина взял это. То есть это Нагаржина, как это глагол, сплагиатил Будду. И это знаменитый начало его книги, это от лорда Будды. Вот это, что ничего не приходит, ничего не уходит. Еще раз. Первая знаменитая строчка, там, Гешила читает по-тибетски, увы, когда-нибудь я тоже, может, прочитаю. Ты учил, это вот строчка, ты учил, что вещь зависит от чего-то еще. Это про Будду, кто Будду учил. Ты сказал, что ничто не останавливается, ты сказал, что ничто не начинается, ты сказал, что ничто не прерывается, ты сказал, что ничто не длится вечно, ты сказал, что ничто не происходит, не приходит, ты сказал, что ничто не уходит, ты сказал, что ничто это одно, и ты сказал, что ничто это больше, чем одно. Ты самый высший из всех Будды, я поклоняюсь тебе. Это очень знаменитое начало, и мастер Камалшила говорит, что это то, о чем Будда говорит сейчас у нас в этой 38 секции. Это люди, которые видели пустоту напрямую, это единственный инструмент, который они использовали, это пустота. И это единственный инструмент, и они использовали его для всего. Как? Нормально, я понимаю. Нет, ну как ваш мозг, ничего? Я вспоминаю, у нас же есть из первой части, ручка это для всего, вообще. Для успеха. Да, да, для себя. Ну вот. Есть такой вопрос? А если ничего не существует, всегда пустота, она тоже не существует. Пустота, это какая вещь мы только что говорили? Постоянная. Да, не созданная. Она не исчезает. Это вот то, о чем, что сейчас я прочитала. Она получается всегда, Да. Она же всегда. Да. Но там написано, что она не существует всегда. Да, это стакан упал и разбился, и вот она всегда не существует. А, вот это правильно. Всегда не существует. Вечно не существует. Давайте, я предлагаю сделать еще пять минут перерыв. Мне кажется, что тяжеловато, потому что дальше будет еще потяжелее. И, да, давайте, пять минут. Я не уверена насчет парамиды. Я шла говорить просто праджня. Пять минут. Я не жалуюсь. Народ, это хорошо. Итак, прямо маленький, не очень кусочек. То есть, о чем нам говорит здесь Камала Шила, я опять забыла выключить. Волоси, меня опять и забыла остановить. Везет себе еще порезать видео. Да, я уже там смонтирую. дай ма. Уже привод, понятно. У него там рука набита. Весь урок смотреть, чтобы, ну ладно. Нет, я знаю, где витов места. Хорошо. Спасибо. Итак, в общем, 38 секция, мастер то, о чем лорд Будда говорит и то, что рассказывает мастер Камала Шила, это про людей, которые видели пустоту напрямую и единственный инструмент, который они использовали, это пустота. Правильно. то есть, что я должен использовать? Это ты? Все. Что я должен использовать, если у меня тормозит компьютер? Он правда стал тормозить? Может быть, мне будет просто канал может быть сразу. Нет, это я по сутре говорю. Согласна. Нет, нужно помочь кому-то другому с компьютером. Что я хочу, что я должен сделать, если я хочу хороший завтрак съесть? Что значит использовать пустоту? Что значит? Понимать, откуда это происходит. Понимать, а дальше чего? Просто понимать? и применять. И применять. То есть, нужно пойти и дать кому-то хороший завтрак или приготовить. Помочь кому-то с компьютером. Потому что все пусто, ничего не происходит само по себе. И все происходит только от помощи другим людям. И пустота это ваше оружие. Вы можете использовать его для всего, для проблем, для целей, для всего того, что вы хотите. И Будда сказал используйте пустоту. Люди, которые знают, что делают, используют пустоту. Ешла говорит, что ему постоянно на DCI и везде задают вопросы про четыре шага. И говорит, хочется взять диктофон. И знаете, если на монашеской роде есть такой кармашек, типа как бы же это Будда сказал, вот как нужно одеваться монахом, вот есть кармашек. Ешла говорит, я понял, зачем это кармашек. чтобы класть туда диктофон и его включать, когда кто-то опять спрашивает про четыре шага. Потому что Будда сказал, просто используйте пустоту и все. И я, кстати, поняла, как это быть учителем DCI немножко. Я переводила уже одного из учителей в Москве и в Украине тоже, да. И ну одни те же вопросы, ну просто бедный Сейдж, он такой четыре шага. Очень интересно, четыре шага. А вот у меня четыре шага. Вот. И на этом мы как бы с вами заканчиваем занятие Камалашила 2. Ну на самом то есть вот октябрь, да, октябрь 2016 года. Год назад, потому что сейчас год только начинал правильно я говорю? Да. Вот. То есть так закончились занятия Камалашила 2 в этот курс. Но следующий курс Камалашила 3, который был в апреле. Геша начал с того, что я вообще-то не закончил вторую, поэтому будем продолжать. Камалашила 3 что заим? На другом месте это. Это уже как бы считается Камалашила 3, но на самом деле Камалашила 2. Вот так. Нет, это не то. Поэтому там Камалашила 3 такой короткий получается совсем. Камалашила 3 очень длинный. Да? Да. Это Камалашила 2 короткий. Камалашила 2 всего 5 занятий. Ну как бы у нас получилось 10 почти. Ну просто получается, что после этого уже все как бы относится к Камалашилу 3. А у нас Камалашила 3 там совсем как бы быстро там кончилось. Ну то, что здесь мы входит у нас в картинке получается Камалашила 2. Да. Да. Ты скажешь, поэтому Камалашила 3 длинный, потому что на самом деле Камалашила 3 короткий, но из-за того, что мы продолжали Камалашила 2 Камалашила 2 ой, вижу спектр, я вошу руками. Камалашила 2 он теперь понятно. Я думал, что он такой короткий там, что все-таки длинный. Ну вот поэтому Камалашила 3 будет что ли 10 занятий или типа того. То есть подъешь майку, на самом деле Камалашила 2. Ну в общем понимание того, чего вы не понимаете. Так сейчас мы закончили? Сейчас мы не закончили. Не закончили? Нет. Ну так давайте продумаем. Продумаем. Чего ты дальше? Ну просто как бы я вам говорю, что как бы Камалашила тогда закончила, но потом оказалось, что нет. И тут значит опять вступление, опять тем здравствуйте. И начинается с 41 стиха, или не знаю, ну там типа большой, вообще по-английски звучит как стих, но предположим субботи, что сыновья и дочери благородной семьи взяли все планеты этой великой мировой системы, системы с тысячами тысяч планет, и покрыли их все семью видами драгоценности и преподнесли их кому-то. Предположим, что с другой стороны кто-то удержал хоть одну страфу из четырех строк именно этого учения Дармы и объяснил ее другим и обучил ей правильно, верно. Совершая последнее, человек создал бы гораздо больше великие горы заслуг, чем предыдущий. Горы их заслуг были бы бесчисленны за пределами всех исчислений. Вот. То есть чего сказано? Что допустим Субути. Правильно? Да, говорит Будда. Допустим, вы покроете миллиарды планет золотом и бриллиантами и преподнесете это Будде. Или с другой стороны ты верно преподашь, то есть обучишь одному стиху из Сутра алмазного огранщика. То есть второе действие будет значительно более сильным кармическим. И у нас здесь с вами медитация 19. 19. Правильно? Да. Ну как бы он немножко откатывается назад. Начинается с того, что мы разве? Девочка с очками? 19. Серьезно? Да. Теперь переход на что-то. Да, я понимаю. Нет. учение с гор к телу. Как-то так. Для гор к телу. То, что... Помните такое? Вот, 26. 26. Да. А те пропускаются. Ну, смотрите, получается, автобус мы сделали. Да, да, я поняла. Вот, 24 непонятные. И кредитная карта. А кредитная карта понятная. Мы ее с вами обсуждали. Комните? Вот. А горы? Не знаю. Ну, смотрите, во второй части это же как раз была речь о том, что Геша Майкл не кажется в детстве. Да. Ну, так. И вот как раз здесь он говорит еще раз, что если вы хотите вся администрация, то зовите меня и мы с вами проведем. Почему интересная сучка? Кстати, хорошо, что все-таки есть отсутствующие где-то, которые показываются. в целом как бы все видно, которые он хотел. Надо понимать, о чем они... Так вот, вот этот 25, не знаю, почему другие номера. В общем, еще раз здесь такой как бы он рассказывает, о чем это все. Будда два тела, физическое и ментальное и их пустота каждого тела. И ментальное тело, то есть его пустота называется телом Дарма. Дарма Кая. И Камалашил, мастер Камалашил говорит, что если ты будешь преподавать Дарму, ты получишь Дарма тела. И это причина. Что вообще необычно, потому что он соединяет два значения Дармы. Первое это пустота и второе это учение. Если ты будешь преподавать Дарму, ты получишь Дарма тела. И он говорит, что это причина. Мы с вами по субботам поем песню Нагаджуны. Как его еще зовут Нагаджуна почему-то по-русски. Понятия почему. Почему Нагаджуна? Какую мы поем песню? Сан Кива Ди Кива Ди Это основано на Нагаджуне и его нити сияющих драгоценностей. То есть мы говорим пусть через эту карму мы завершим коллекцию заслуг и мудрости чтобы помочь всем живым существам. Вот. Обычно заслуги создают физическое тело. А мудрость создает тело Дармы. Но Камалашила идет дальше здесь и говорит что когда вы преподаете Дарму вы создаете мудрость. Так что это тоже в причинах тела Дармы. И мы начали Камалашилу 2 с того что мы говорили о стремлении к физическому телу. И говорили о чем еще? Ну физическое тело Дармы Дармы Ментальное тело и тело пустоты Бунда Еще раз Дарма тело Это что? Ментальное тело и пустота его То есть у всего есть пустота и его пустота мы говорим всегда А Ментальное тело и его пустота Конечно оно еще там делится другие которые будем изучать позже В третий не знаю То есть В стихе он говорит что каждый кто имеет сутру знает наизусть и кто обучает ей верно В чем разница? Многие люди мы знаем удивлялись почему Бунда повторяется Может быть он забыл что уже говорил Ну бывает забыл Бунда Вот Но так не бывает Будда никогда не повторяет себя бесцельно Что означает держать сутру? Помнить означает запоминать части сутры и быть способным ее читать вслух То есть выберите часть которая вам нравится Мне кажется Салиха уже очень много частей знает Которые просто Что вы бы сказала Салиха Я не знаю Это традиция в буддизме учить и повторять слова сутры и намного лучше преподавать ее по памяти Что означает объяснять Объяснять означает объяснять слова То есть как Гешила делает Тибетские слова он их переводит и говорит Вот это означает вот это вот это вот это Но не значение а именно перевод слов Это такая традиция И третье обучать этому правильно Это совсем другое Это означает значение обучать значение сутры И вы получаете горы заслуг только если обучаете этому верно И вы учите части объясните значение слов и объясните значение значения И тогда это будет означать обучить сутры алмазного ограничка Даймакадов сутры И это глубокая причина сознания Будда Давайте сейчас 10 способов как можно передавать сутру и на этом закончим Слеха помнишь? Нет Ну есть способов Можно ее печатать Вот Нет Я только не помню Можно печатать и передавать копии сутры как например я сделала сейчас как вам до этого делала Алена Ингуба И Гешла говорит что он был в Монголии на каком-то учении и там бесплатно каждому раздавали сутру Это вот оно Это первое Второе это финансово поддерживать распространение Это то что вы сделали Это вот на ваши пожертвования я напечатала сутру Третье это самому обучать это то что вы делаете вот таким образом или то что вы делаете на кухне Все все на кухне Вот Пойдем со мной на кухню скажу Четвертое это просто читать сутру Гешла говорит что можно ее каждый раз читать и каждый раз находить что новое Да Слиха знает который уже по третьему кругу проходит пятое это слушать шестое это запоминать читать пятое слушать шестое запоминать седьмое это давать лунг что такое лунг это устная передача да подождите шестое что было запоминать повторяй так давать лунг это седьмое то есть просто в слух читать кому-то повторяйте каждый день. И многие китайцы это делают. Я это даже видела. У нас была девочка китаянка в Дамит Маунтен, как раз мой второй раз, когда мы приехали тоже волонтерить. Села, начала читать слух сутру, просто в уголочке, тихонечко. Это их традиция, они так делают, это здорово. Да, был вопрос? То же самое, что читать? Нет, потому что читаешь, ты просто сам для себя читаешь, а здесь ты ее повторяешь каждый день. То есть, во-первых, это привычка у тебя, ежедневно. Ты сказал, в 8 часов я читаю сутру. Я думаю, что это читать слух больше, то есть это прямо типа слова, чтобы были звучали. А предыдущая читать, это просто может типа как с книжкой сел, чай попить, читал сутру. Девятое, это думать о ней, например, перед сном. То есть, вы прочитали пару строчек и подумали о ней. Вот, чего бы это значило. И десятое, угадайте, что? Что не хватает? Девица была? Что? Девица. Обучает передавать дамы. Это все способы, как можно передавать. Изменять. А, ну естественно, да. Ну, понятно. Научи медитировать здесь. Да. И здесь Камалашила идет дальше и говорит, что если вы действительно хотите стать мастером сутро-алмазного гранщика, то вы должны приходить на другие учения, хорошие буддистские учения. Например, на Мри. И если вы действительно хотите... Хотеть... Хотеть закончить. Если действительно хотите понять сутро-алмазного гранщика, то приезжайте и ходите на так много учений, насколько вы можете. Вот. Я предлагаю на этом закончить, потому что уже мой язык меня подводит. Вот. И пока сегодня будет так. Да. Пропросы готовы. Почему учения для гор в тело? Вот это вот не совсем понятная формулировка. Что это значит? Мы на самом деле не закончили, не помню. Я думаю, что дальше... Это как-то перевод какой-то вот? Teaching, full mouth, там, выводим наш перевод? На английском можно понять. Одна из главных причин для дарма тела. Это то, что мы сейчас перечислили. Не знаю, для гор в тело. Я не помню. Вот. Честно говорю. Ну, возможно, это будет дальше. Дальше на это ответим. Вот. Не могу сказать сейчас. Хорошо. Еще чего-то хотите спросить? Спрашивайте. Сейчас что-то было. Что-то было, потеряла. А переводить это к чему относится? К распространению? Ну, это подумаем. Или к объяснению? Переводить. Да. Да. Надо тоже что-то начать. Это делиться. Я тоже думаю, что это больше, да, как бы, вот, передавать копии. То есть, опечатать и передавать. Ну, не знаю. Я так предполагаю. Ну, это, конечно, и слушать, и читать. И все вместе. Это много чего. Да. И думать о ней, видимо, тоже. Какой перевод правильный. Ну, так. Частично запоминать. Окей. Хорошо. Я хочу вам сказать большое спасибо, что вы здесь, и что вы приходите и аж на 4 почти часа в субботнее утро. То есть здорово, что у меня есть такая возможность это передавать. И такая маленькая мотивация для вас, что я действительно считаю, что то, что мы начали когда-то, два года назад, передавать, нет, меньше. Передавать к малышам полтора. И это то, что очень сильно изменило мою жизнь. И это очень-очень классно делать. И я хочу вас как-то encourage. Типа, не знаю, как сказать. Типа, чтобы вы тоже это делали. Это нужно. Потому что, да, это... Ну, для меня это то, что очень сильно изменило мою жизнь. И вообще. Это прямо сама суть. Я думаю, вы чувствуете, что это прямо вот сама вот... Ну, сутра алмазного гранчика. Что еще может быть глубже. Это очень здорово, на мой взгляд. Вот. Спасибо вам большое, что вы приходите, помогаете, ставите все алтари. Вечки еще горят. И вообще. И очень здорово. Без вас я бы могла бы только читать с утра. Вот. Так что, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, Ариночка. Тоже я тоже. Спасибо. Спасибо, Арино. Я очень благодарю, кто знает, что вы делаете для нас. Это бесценно. Спасибо вам большое, что вы есть. Спасибо, что вы говорите голосом. Скоро будем вас узнавать по голосу. Слушайте. Я не надела. Это все, чтобы ты сралась нормально. Хорошо. Спасибо вам большое. Салиха меня просила сделать кофе-медитацию для всех. Я вам предлагаю просто порадоваться. У меня нет сил. Прошу тушения. Я не могу. Я вам просто предлагаю вот на такой позитивной ноте закончить, сделать подношение, сделать кивади. Сначала мантову. Саша. Саша. А, Саша. Поки цехшим не доктрам, И раплим шиньям депьям падзи, Сангешим думик те уваги, Джуркун нам дахшим лачи паршо, И дам гуру ратнам да камни лятаями. Сангешим. Саша. 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 точка цехшим, Саша. Спасибо вам большое. Спасибо. Все, отключаюсь. Продолжение следует.